Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал АМАРКЕТС, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала АМАРКЕТС с торговыми идеями, где, разумеется, мы, исходя из названия, на ежедневной основе постим большое количество аналитического контента. Это общие рекомендации того, как и что можно делать в отношении разного рода разных сегментов финансовых активов и общие новостные сводки по рынку, которые также помогут вам ориентироваться лучше в рыночных событиях и явлениях. Друзья, накануне я подготовил для вас ролик по той теме, которая вас интересовала. Опять же, вывод об этом я сделал на основании тех комментариев и фидбэк, которые вы оставляли. Еще одна причина все-таки писать то, что вы думаете, оставлять ваши предложения, потому что в конечном счете я готовлю контент именно по вашим запросам, потому что очень хочу, чтобы вы получали ту инфу, за которую на финансовый рынок и приходите. Те, кто еще не познакомился с содержанием этого ролика, о перспективах рубля и кому эта тема интересна, можете в списке тех роликов, которые мы добавляли буквально накануне, найти данную тему и уделить несколько минут, чтобы тоже раскрыть определенные нюансы для себя, если у кого-то есть те фундаментальные пробелы. Почему же рубль настолько бодр в последнее время? Я думаю, что после этого ролика вам станет ясно, что происходит в моменте и что, в принципе, можно ожидать от рубля дальше. Ну а сегодня мы поговорим о привычных финансовых активах, тем более, что у нас есть возможность говорить об отработке тех идей, которые мы взяли за основу ранее. Мы ориентировались на рост курса американского доллара и рассматривали американцы через динамику индекса американской валюты. Индекс доллара сейчас 99 пунктов. Друзья, это многолетние максимумы, но это не предел тех возможностей, которые могут быть реализованы этим инструментом в ближайшее время. Я, как отмечал ранее, всерьез полагаю, что индекс доллара может восстановиться точно выше круглой психологической планки в 100 пунктов. И, возможно, произойдет это уже в самое ближайшее время. Сейчас рост доллара опирается на очень хороший фундамент в виде сильных данных по Non-Farm Perls. Количество новых рабочих мест в прошлом месяце составило 431 тысячу. Это отличные показатели, тем более, если мы попробуем проанализировать прошлые релизы, то сможем увидеть закономерность того, что американская экономика создает более чем по 400 тысяч новых рабочих мест ежемесячно, уже 11 месяц подряд. Это самый длительный восстановительный период с 1939 года. И, пожалуйста, хороший прецедент исторический для нас не мудрить, а признать тот факт, что американский рынок труда восстанавливается довольно высокими темпами. Оровень безработицы снизился с 3,8% до 3,6% и фактически подобрался к минимумам с 1960 года. Минимум это было 3,5%. И последний раз, опять же, мы видели его в феврале 2020 года, перед самым началом пандемии. То есть, фактически, при таких темпах снижения уровня безработицы, как мы видим сейчас, это значение снова будет протестировано уже, собственно, друзья, по итогам этого месяца. Главный вывод, который мы должны сделать на основании сильного отчета, то, что у американского регулятора есть еще один железобетонный аргумент, чтобы ни в коем случае не отказываться от планов по проведению более жесткой и агрессивно жесткой монетарной политики. В данном случае здесь подразумеваются более высокие темпы повышения процентной ставки. Мы ждем майское заседание, июньское заседание и, соответственно, повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов. И я также, как, наверное, и многие из вас, друзья, хочу получить подробности по тому, когда же, в каком формате, каким образом начнет реализовываться программа количественного ужесточения, то есть сокращение баланса американского регулятора, объем которого сейчас составляет почти 9 триллионов долларов. И каждый шаг как в сторону повышения ставки, так и в сторону сокращения баланса будет интерпретирован рынком как проявление жесткой монетарной политики, что будет способствовать росту доходности американских облигаций. Кстати говоря, десятилетки и так уже на многолетних максимумах 2.42 прямо сейчас доходности этого актива. Возможно, будет расти, и чем динамичнее будет этот рост, тем активнее будет устанавливаться доллар. Другая валютная пара, точнее, другой инструмент, который является оппонентом доллара, это евро. И в частности, рассматриваем мы пару евро-доллар. Ждали снижение ниже планки 1.10. Друзья, так оно и произошло. Евро сейчас котируется на уровне 1.09.63. Очень хороший профит уже сейчас, это еще не предел. Наша цель 1.08-1.07. Евро будет под давлением из-за энергетического кризиса, из-за бодрого доллара и исходя из причин, которые указывают на стокфляцию и террорицейсию европейской экономики. Одна из этих причин это рост инфляции до, друзья, исторических максимумов. Это данные, которые вышли в пятницу. 7,5% мы видим сейчас, индекс потребительских цен, уровень инфляции в еврозоне, это еще не предел. Сегодня в 11.00 выйдут данные по активности в сфере услуг ведущих стран валютного блока еврозоны в целом. Я ожидаю плохую статистику и, соответственно, жду, что евро в связи с этим станет еще слабее. Что касается прочих фундаментальных отчетов, сегодня, если опять же сместить снова фокус внимания на доллар, в 17.00 по московскому времени выйдет отчет АСМ с первого слуха. Прогноз неплохой и вкупе с сильным релизом по рынку труда у доллара, соответственно, будет еще одна фундаментальная база для роста. И на десерт дня несколько выступлений руководителей ФРС Брейнард и Вильямса, которые сохраняют с собой право голоса по поводу процентной ставки. В случае их риторики относительно того, что я готов, мы готовы повысить ставку и более ускоренными темпами. Сами прекрасно понимаете, как это повлияет на курс американского доллара. Пара доллар-иена 122.50 я рекомендую держать длинные позиции на контрасте монетарных политик. Золото 1926 долларов за тройскую лунцу. Очень неоднозначная динамика. Есть факторы за то, чтобы золото росло. Есть причины объективные, из-за которых оно должно снижаться. Покупатели и продавцы никак не могут разобраться, кто все-таки из них является доминирующей силой на рынках. Мы видим, как в течение дня несколько раз меняются настроения. Большинство и меньшинство то покупают, то продают. Конечно же, в таких условиях золотом торговать не рекомендуется. Но всегда есть актив, в котором хочется рисковать. И в данном случае для меня золото такой актив, друзья. Я, может быть, поступил со многими факторами и решил, что рынок недооценивает риски инфляции и потенциального фона, который относится к категории форс-мажорного из-за событий в Восточной Европе, что в любой момент может стать причиной повышенного спроса на защиту. Поэтому я золото покупаю. И другие валютные активы. Доллар канадец 1,2488. Ждем на отметке 1,24. Впереди заседание Банка Канады 13 апреля. Ставка будет повышена на 0,5%. Я в этом не сомневаюсь. Американский фондовый рынок я держу шарты с целями 4,400 и ниже. Рынок нефти снова растет и восстанавливается, как мы ожидали, 110 долларов за баррель. Мы точно увидим, возможно, даже уже сегодня. Сейчас котировки по бренду 109 долларов за баррель. Решение США о продаже стратегических резервов оказало лишь катковременную поддержку, поддержку продавцам на нефти. Это тоже была наша версия. Мы полагали, что у этого фона не будет каких-то долгосрочных последствий. Судя по всему, мы были правы. Я предлагаю тогда в ходе завтрашнего брифинга чуть подробнее остановиться на рынке нефти, обсудить план американского регулятора по реализации дорожной карты по продаже стратегических запасов. Кому будет интересно, друзья, точно найдете, что почерпнуть для принятия инвестидей для рынка нефти. Но пока что держим ланги с целями 115 и 120, как отмечалось ранее. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!